итак привет ладивасок всем привет здравствуйте привет сегодня мы с вами добрый вечер будем рисовать прям в эфире добрый вечер добрый вечер ольга вижу тебя привет мой хороший анька вижу привет анют добрый вечер то всем привет что мы еще не своим рисовать будем вспомним о том что игрушки на елке не знаю как у вас и мы как-то это возвращались бывают не только круглые они бывают еще разных абсолютно форм я уже я еще не все нет не все клиент пошел гулять приветик приветик да вот поэтому давайте сегодня с вами что он что с ним не так что не так с перископчиком о супер это не мы это почта россия вот вам значит повезло в общем будем рисовать сегодня с вами форму не только круга но вот такую вот игрушечку будем с вами рисовать вот такую вот сосульку наверняка у вас у всех сосульки есть на елке у меня по крайней мере есть и вот такую вот шишку фывка вот спасибо приходите до новому году обещают новиночки на мои руки не смотрим могу их спрятать маникюром тут не пахнет вы видите поэтому заранее извиняюсь но перчатки делать не буду ибо в кабинете жарко до добрый вечер давайте начнем так сказать самого на мой взгляд легкого тут немножечко будет бывает да перископ последнее время тупят вообще не будем на тратить и ваш как говорится в первую очередь ваше времени поэтому давайте приступим сделаем на белом подфоновочки вот все отлично посылочки все получают хорошо бывает у нас конечно мы косячим тюж мы у меня наклеечка с другой стороны вот видите напеечку не туда приклеили это я сразу чтобы скажем так на вопросы где купить что такое не отвечала давайте вопросов стараемся то чтобы это пони теме по минимуму беру так 0 2 до делаю из него нашу делаю наши под фоновочки с белого цвета чтобы вам было легче увидеть что я буду собственно говоря делать поэтому делаю их беленькими отправляю лампочку сейчас мы доделаем три заготовочки и сделаем с вами 3 типсю ленки раз-два здравствуйте юлечка привет вижу тебя цветуля тебя тоже вижу в общем три типса на разукрасили нужно мастер в польше девчонки и сейчас приближу так сейчас мы тут здравствуйте мастер в польше если вас в польше отзовитесь мастера из польши есть у нас мастера из польши сейчас мы тут все подвинем чтобы всем все было удобственно так беру либо полипалитру либо использую бумажки из платформ либо использую просто бумажки из под наклеечек разных у меня есть еще такие бумажки из под наклеечек для типчиков их тоже использую качестве палитр так все наши товарищи высохли будем рисовать на них не искрят сердечки не знаю почему не искрят сердечки беру 0 3 это красный мне для шарика понадобится еще 68 желтый и оранжевый и оранжевый я взяла 48 добрый здравствуйте здравствуйте возьму вот такой вот понадобится нам еще золотишко но кстати золото можете использовать золото вместо золотой гель краски можете использовать литье тоже будет очень красиво и интересно смотреться рисуем значит для того чтобы рисовать большие элементы я использую кисточку полторашка люблю ее за вот какие такие большие для того чтобы нам его сделал таким большим конусом нам нужно сначала нарисовать шарик из него вытянуть попку здравствуйте поэтому шарик может быть абсолютно разный да нарисуем его я уже тип в чем-то из возюкала то есть рисую сначала шар мне так проще ориентироваться ну что так все сейчас вопросы не читаю простите меня пожалуйста я вам все таки рисую вытягиваю его ему попочку ибо он у нас такой с попкой чтобы вытянуть попку той же полторашка я переворачиваю кисть немножко и расплющиваю и вытягиваю из него попочку и ее цилиндрую это выражение цилиндровка то вообще появилась значит мысик у нас поближе можно поближе просто это будут очень сильно скакать в камере если вас в этом не простите то супер и верхушку немножечко вытягиваю потому что у нас не просто кружочек да у нас такой вытянутый кружочек я хоть в камере вот такой у нас вытянутый сейчас я его подправлю со всех сторон в общем сделали его вот таким товарищем я его сушу и чтобы нам с вами времени зря не терять будем рисовать подмалевок под фывку шишку буду рисовать зелененьким до 25 что-то я тоже про вопросы не вижу не читаю шутка шутка на фавовка под шишку рисуем такой знаете не до эллипс да она рисует на самом деле толстые и тонкие на в принципе вообще абсолютно все рисует шишку прямо не буду располагать ибо это все-таки шишка сначала я и делаю зеленый подмалевок шишка у нас такая она полукруглая полу вытянутая почти как огурчик только не огурчик а фывка мы ее можем сначала сделать такой подмалевок потом в процессе разобраться что же у нас получилось вот мне не нравится что она у меня тут сузилась мы ее расширим делаем у нее такие неровные да шишка у нас все-таки неровная флаг японии ну тоже как вариант тоже развитие событий вот такой вот подмалевок мы под нее сделали флаг японии это что-то новенькое я кстати говоря даже не помню как так малевок сушим значит чтобы сделать нам хоть какой-то в ней объем да мы возьмем еще беленький для того чтобы мешать наши мешать наши цвета а белый с красным кругом да значит что мы сюда ставим первую очередь мы ставим ему блик представляем что у нас светит лампочка да на нем чтобы наша лампочка светила мы ему делаем так и топ мне нужен топ топ чтобы у нас был наш блик да не от лампочки а вот ну представим что там лампочка как это эфирия у нас будет мешая оранжевый стопом для того чтобы стал более такой прозрачненький не такой пигментированный и начинаю его вот сюда растушевывать делать ему такое размытие видите цвет получился потом я возьму желтенький и тоже его так немножечко что-то моя полторашка начинает уже сходить с ума много времени ей умирать потихонечку начинает собрать вот этим желтеньким я сюда же ставлю размывая ведь они начали размываться рисуем шарики новый год же все-таки и чистый желтый ставлю сюда сердцевинку там у нас светит лампа представляем что у нас фонарик у меня светит сушим фывка возвращаемся к нашей шишки просто черным шишку я обводить не очень сильно хочу я ее буду обводить нашим зеленым помешанным с черным переписка завораживает я вот к сожалению переписку не читаю меня простите если захотите и вам что-то будет непонятно я потом с удовольствием отвечу на ваши вопросы да светка затеяла так что ей все благодарности мешаю зеленый с черным для того чтобы получить все-таки черный с оттенком зеленого потому что просто черным будет не очень сильно интересно и начинаю делать нахлесты друг на дружку скажем так вот тут у меня будет начало моей фывки и начинаю проводить тонкие линии от стыка до стыка вот диагональ правильно сказал диагональ же это получается на диагональ получается так вам видно так что с мобильного я не знаю не читаю простите разлина женек ушел женек умеет практикует наверх но я там можно чуть-чуть вот от отодвину чтобы вам будет и видно и да отключите кому не видно чат потому что девчонки можно просить я так из-под телефона рисую скрещиваем теперь вот в эту сторону из этой стороны рисуем наши фывкины типа вчерашней техники что вчера было что вчера было я уже забыла что вчера было у меня было не у меня вот такие вот полосочки мы шишки нарисовала все мы ее разлиновали нашу шишку в наши вот эти вот штуки дрюки так возвращаемся к нашему несчастному ну смотрите как здорово на самом деле это дело не в дизайнах вы получаете техники мне кажется это намного важнее чем все остальное беру желтенький чуть-чуть на тоненькую кистюлю вот сюда ставлю маленький такой треугольничек это наш отблеск у нас на елке же просто так ну здесь да по сухому здесь у нас отблеск желтенького а снизу у нас будет с вами отблеск оранжевенького так все десять так что нам нужно тут еще давайте вот сюда еще поставим такое отображение еще вот этой нашей лампочки тут я использую желтый намешанный стопом чтобы он был такой знаете акварельный такой еле уловимый блечочек все сушим товарища фывка значит чтобы сделать шишки серединке я беру наш зелененький мешаю его с беленьким делаю ему вот такой вот цвет если у вас есть готовые цвета можете их сразу на палитру нанести нет готовых цветов поэтому делаем из того что есть значит рисуем им такие полу знаете сказать такие как бы кружочки делаем выпуклости наши шишечкам чтобы у нас шишечка была тоже с каким то таким объемчиком либо вы можете чтобы упростить на самом деле задачу можно ее на самом деле упростить размешать опять таки все это стопом так раньше на самом деле мне нравятся советские игрушки они как-то у меня ностальгию вызывают можно поставить это капельки и потом полу сухой кисточкой их растушевать давайте даже так сделаем так будет просто просто так будет быстрее так вытираю кисть и их такими знаете притоптывающими движениями делаю вот эти вот блики то есть мне нужна неоднородность высветленные вытем как это высветляем вот такую вот фуфульку ну шишка она почти как огурец только шишка ну в принципе да так возвращаемся к нашему несчастному что-то я его очень маленьким нарисовал надо было его нарисовать больше но он же имеет право место быть беру золотую пасту себе ее выставляю вытирай кистюльку не без этого еще я шуршу браслетиком зачем-то чтобы ей было удобнее рисовать нашей гель-пастой я ее развожу топом без липкого слоя где можете разбавить с топом с липким ну можно огурец кстати помидор нарисовать ну и соответственно рисую ей середину наши игрушечки серединку я рисую в самом конце вот это кстати серединку вы можете сделать литьем получится очень круто очень красиво то есть вы можете экспериментировать не обязательно это делать гель-краской это можно сделать прямо сделать литье объемное и рисую внутри треугольнички ну мне так вот хочется выше куда же выше то господи я не убегаю я тут отключите просто чат значит верхушка 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 если вы вспомните советские игрушки то у них хотя не только советские у них верхушка такая квадратинка какая расчлененка и зубчики и зубчики верхушек верхушек и зубчики добрый вечер добрый и рисуем соответственно ей попку то что она цеплялась на каком я уроке не была на каком уроке я не была вот такая вот штука на самом деле его еще можно сделать в объеме и мы его еще нам нужно обрисовать для того чтобы у него тоже такой знаете объем беру красный мешаю чуть черным получаю такой черно бордовый потому что ой пожалуйста я рада если это будет кому-то полезно и принесет то можно по господи куда уж крупнее то вот если это принесет кому-то пользу я честно говоря буду только счастлива так убираем излишки краски у вас кисточка должна быть тоненькая но в краске тогда вы не намазюкайте и тонко-тонко обрисовываю нашу игрушечку в этом случае использую тонкую кисть с длинным достаточно ворсом а не у меня художки нету что же вы думаете вот соединяю я убегаю я могу можно я отодвину немножечко вам камеру и соединяю сюда так сейчас я вот тут вот линию рисую носиком рисую медленно для того чтобы линии у меня были так в общем вот такая вот игрушечка у нас получилась видите она получилась достаточно визуально объемная только я ее что-то очень так знаете маленькой нарисовала но вы можете ее нарисовать побольше она у вас будет вообще огонь какая красивая давайте я просто вот так отодвину я не могу к сожалению выше уйти потому что у меня телефон уже перед носом и прям вот прям совсем совсем я очень сильно изменяюсь но у меня телефон прям совсем перед носом я рисую вам шишки и игрушки в прямом смысле через камеру так игрушка у нас советская поэтому возвращаемся к тому что у советских игрушек были плоские даже не думаю я тебе не буду рисовать игрушку у меня тут клиентка моя никаких игрушек я сейчас нарисуюсь плоская и зубьях да вспоминайте как выглядит шишка на вашей елке у тебя есть такая шишка Анька? да я говорю Ань не ну вот стеклянная есть же шишка есть вот такая да шишка советская шишка они были разноцветные они были и зеленые и белые и красные у всех есть такая шишка красиво но самый прикол этих шишек был что ты ищешь у меня зарядка на телефоне идти не дам сейчас зарядку нет там зарядки розетка есть вон прям под юсб кабеля так но шишек у этих была маленькая такая особенность сосиску нарисуешь? сосиску вот они стеклянные да до сих пор нам понадобится пудра блестючая пудра блестючая я не знаю как у вас я просто честно в прямом блестели они чуток все правильно вы говорите во первых они блестели а во вторых они были двух типов одни блестели а на вторых было как будто бы снег поэтому мы сделаем мы сделаем с вами я беру топ добавляю в него немножечко вот нашего такого порошочка сияния сегодня мы с ним прям будем баловаться он реально очень крутой вот глубокое детство что же вы думаете мое там там уже было так вот этого мы оставляем на самом деле мы сейчас ее перекроем пусть она у нас маленькая не самая такая предыдущая как вы видите была по пузатей но это маленькая копия большой пузатенькой пожалуйста мы рады что вам понравилось так перекрываю топом на поставь туда типсинку господи я даже уже не попадаю в парики значит берем наше блестючее и наше блестючее вставляем исключительно наши вот эти и ячеечки чтобы она у нас такая была прям знаете ощущением все-таки стекла наша задача сделать ощущение стеклышка вот такая она у нас получилась сушим ассистент спасибо большое и мы можем взять вот сюда взять наш даймонд даймонд топкоут он у нас такой вот густющий топ без липкого слоя но если у вас нет его а есть строительные гели вы можете заменить это строительным любым гелем прозрачным ну то есть это ничего страшного если у вас его нету я беру своего обрубочка кисточка обрубочек и делаю немножечко на нем объем объемчика ну чтобы уже ну все таки шишите просто у меня я знаю не все моделируют а стразы клеют все поэтому вероятность того что у вас в самом низу ничего не видно отключите чат будет вам мега счастье в общем делаю ее немножечко объемной с ощущением того что она все таки это шарик ассистент в инстаграме? нет я в перископе так давай шишку отдай шишку шишка значит перекрываем шишку буду стараться выше сори перекрываем ее топом блеск наш там сохранился сушим фуфы фуфка здравствуйте фуфка у нас понимаешь и нам нужен с вами чуть-чуть белого гель-лака либо краски белый гель-краски и сделаем на ней немножечко снега а то что это за шишка не заснеженная они были все шишки со снегом у меня кстати есть со снегом шишка а есть блестящая фуфка в общем фуфка а еще снегирь такой а снегиря я тут кстати тоже а еще я на самом деле пряников рисовала и снегирь у меня какой-то кривой получился некрасивый снегирь видишь он у меня какой-то не пузатый он у меня воробья знаете у меня не снегиря на воробья похожий мой снегирь какой-то а снегирь он должен быть пухлый в общем у меня получился очень худой снегирь его явно очень прям вообще его не кормили поэтому я вам не показываю как давай тут рисовать снегиря потому что он у меня получился некрасивый ему надо перерисовать красок груды воробей вот именно он у меня получился именно воробьем и не снегирем поэтому значит вот тут тоненько ставим тоненькие снежинки московский снегирь да его не кормят московский голодный снегирь детокс снегирь тоненько прорисовываем такие знаете полосочки снежочек же ровно никогда не падает кстати вполне были да там такие они вот я помню у меня тоже где-то такая у родителей валяется дома у меня нету родителей не забрала а вот такую в общем как-то вот как-то вот так у меня все это вышло можем посыпать чем мы можем посыпать мы можем посыпать в принципе акриловой пудрой для того чтобы сделать это в объеме либо посыпать опять-таки такой вот блестючкой это блестки самого-самого маленького помола то есть это не втирка и не блестки что-то усредненное ну штука прикольная особенно красиво вот это вот все мешать с гелями смотрите базы пузырятся не от того что это базы пузырятся от того что вы кисточку в базы кидаете я когда кидаю кисточку у меня тоже все пузырится когда не кидаю кисточку у меня все хорошо все посыпали ставим ассистент да не кидайте это касается и топа и базы абсолютно не важно просто туда не забивайте пузыри а если вы уже пузыри забили поставьте базу с приоткрытым крышечкой куда-нибудь в теплое место можно кстати на батарею поставить если она у вас не очень сильно да пряник засветился вот то выгоните эти пузыри просто оттуда и все будет вам счастье где мне найти в кавка в инстаграме или вконтакте потому что вконтакте я не появляюсь уж меня простите так что мне понравится акварель я тут отрыла синенькую акварельку мы будем с вами использовать давайте на самом деле я долго пыталась понять как бы мне ее красиво нарисовать я ее и так и сяк пыталась они у меня все какие-то вообще долгие оказались и в общем я пошла другим путем решила взять витраж в руки значит рисуем витражом сосулька какая у нас сосулька сосулька во-первых это конус помним об этом да что сосулька это конус нарисовали иголочку ну представим будем называть ее так и от нее рисуем вот такие вот ухи которые у нас идут на уменьшение в своем объеме мне не понравились эти лампы честно говоря какая-то дурацкая задумка у них была но мне не нравятся эти лампы просто и она у нас идет на уменьшение в сосульку то есть во-первых когда вы ее так рисуете вам легко ориентироваться на ушки у меня была проблема я не могла ровно пять лучше да мне уж пятерка больше нравится вот ушки мы ровно нарисовали ориентируясь на нашу ориентируясь на нашу серединку ставь а два это я не помню как она выглядит сейчас я вам сейчас весь ассортимент товарищей сановцев не скажу шишка почти готов значит для того чтобы фывку нам обрисовать обрисовываем мы фывку каким цветом? правильно синеньким для синенькой обрисовочки я возьму что еще а розовая штука сверху а она хорошая розовая штука сверху внутри зеркалка это хорошо сейчас я рисовала фывку полтораха ну видите она у меня вот такая древняя ей уже бедный зайчику печально кисточку надо будет скоро уже поменять ибо ей немножечко плохо дай мне фывку вот он вот фывка фывку надо смахнуть лишние фывки и получится у нас вот такая вот вот такая вот фывка у нас получится да все запаслись гелями шикарно такая вот у нас получилась фывка вот такой у нас получился объемный непонятный товарищ ну какой-то вот а-ля постсоветского времени так сосулька сосулька обрисовываю тонкой значит чтобы заходите значит чтобы ее красиво нарисовать ну точнее красиво мы ее уже нарисовали на самом деле теперь нам нужно ее красиво обрисовать чтобы она у нас читалась за что люблю шарики честно вам признаюсь Женя же ну вы знаете да Женя лентяй она вот ну как бы ленивая меня все за это ругают но я люблю все что будет быстро рисоваться ибо с клиентом да простит меня мой сидящий спереди клиент но сидеть с ним особо долго мои планы вообще не входит поэтому ставлю отсюда у меня вот тут вот сюда протягиваю так сейчас попробую повыше чтобы всем было видно то есть мы ставим и делаем такую зигзагину то есть ставим раз точкой вот у нас нижняя точка обрисовали сюда обрисовали вот сюда ой это потоньше рисовать вот такие вот загогулинки мы ей поставили что мы делаем дальше дальше мы соединяем вот эти вот делаем их выпуклыми так отдыхайте конечно так обрисовываю и вниз спустили загогулинки такие а вот эти мы запустили вниз и и и и и получилась у нас такая почти раковинка то есть сосулька ну сделайте себе толстую и короткую и вам понравится ваша сосулька а еще главное сделайте это обязательно под телефон я вам тут на супер художественное изображение сосулек этого вам никто не обещал сейчас у меня вот тут очень толстая линия и я хочу ее сделать более ну не нравится кому-то моя сосулька господи я же не претендую поэтому если кто-то хочет себе короткую толстую сосульку я думаю что у него есть все шансы получить именно такую на этот на этот прекрасный наверное буду если сохранится привет так сушим мне тоже кажется шикарная сосуля значит у нас вот тут даймонд засунутый да и мы опять возьмем наши блестючки да но и рок это все одно и то же что рок что сосулька вообще без разницы значит беру опять свои блестючки что-то они мне честно полюбились и я их прям в даймонд вот длинные красивые сосульки я вот лично помню такую игрушку она у меня до сих пор на елке висит ты не поверишь но она у меня есть на елке у меня еще щелкунчика нет да буду объем блесточки мелкие самый вот это самый мелкий помол блестючек который вообще в мире существует дай мне нашу ту сосуль значит пока мы не сделали на ней объем объем не делаю в самом конце потому что делаю его той пом даймонд ибо он у нас без дисперсии и делаю попку опять точно такую же как на всех предыдущих наших всех предыдущих наших товарищей ибо это у нас советская сосулька помните о том что попка у сосульки такой закрывала полностью сосульку и была в таких полосах зубьях убежала вниз ибо ничего сама не вижу что рисую делаем фывка фывки конца да я уже увидела так сушим потом перекрываем все это топом и делаем объем только мне кажется у меня вот этот даймонд мой сейчас да у меня даймонд попал под лампу поэтому я его сейчас еще раз сделаю у нас тут все стоит почти под лампочкой поэтому где мой даймонд давайте я даймонд сделаю в другом месте то у меня на палитре все как видите да даже видно отображение от лампы мне очень удачно поставили лампу разверни да а то у меня сейчас заполимеризуется весь стол все что у меня выставлен почему православный какое он имеет отношение к православию я чего то не знаю и вообще у нас я не знаю как в ваших трансляциях пожалуйста не обсуждайте в моих там религию да политику я это не обсуждаю не интересуюсь и вообще как бы не у меня пожалуйста пожалуйста не у меня все это обсуждение можно была сня михаил ставь только мы перекрыли 30 секунд ногти не в африке ногти да поэтому давайте у нас прекрасная это работа мы ее нежно любим не знаю как вы а я уж точно поэтому вот политику это да не я о красоте религии я о религии вообще не разговариваю даймонд даймонд это так он выглядит когда он чистый ну не обращай внимания у меня это это топ для страз это густой топ без липкого слоя здравствуйте густой топ который держит объем объем он держит что позволяет инкрустировать от него разного рода а как бы это сказать то конусы вот объемную инкрустацию он держит прекрасно он не желтеет поэтому его очень круто использовать на светлых оттенках дабы он у вас не попортил ваш маникюр потому что базы все равно так или иначе какие бы они прекрасно не были они желтят в них ну я не знаю как вы а я жидюсь в них не знаю как другие производители а мне ой в базе так давайте я отдалю немножечко камеру потому что мне вот вообще неудобно вы уж меня простите вроде тусуюсь все на одном месте ставлю обрубочной кисточкой видите она у меня такая обрубленная спасибо метод ассистирует ставлю сосульки объем я просто объем сейчас ставлю сейчас я просто ставлю объем нашей сосульки это точно я вообще не читаю газет кстати говоря не смотрю телевизор не читаю новости не смотрю новости не знаю что происходит в мире и моя жизнь при этом прекрасна единственное зачем я наблюдаю это за курсом валют все и то редко прогноз погоды а еще могу да на прогноз погоды посмотреть так вот сюда я хочу протянуть немножечко вот сделали такие объемчики ставь где как вы отрастили треть у меня видите я сейчас третья четвертая отрастила у меня уже подскажите пожалуйста пожалуйста правильно нифига смотреть так что подсказать то в общем сосуль смоделировала вообще ну налейте спирт вовнутрь 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 себя вовнутрь ну предлагать вовнутрь себя нет спирт не разъест ничего он хороший ну в общем сосульку ей сделали у меня сегодня что-то день худых у меня был день толстых а сегодня день худых вот в общем мы сделали до этого большую сосульку это мы сделали маленькую ручка для страз слушайте я не помню он как-то карандаш для страз назывался вот такой вот ну в общем была на самом деле она должна была быть в толстой сделали худой у меня сегодня вообще игрушка до нового года и после нового года все правильно у нас единственные сегодня более-менее одинаковые получили с вами фывки ну и то ну не сильно они одинаковые аллергия когда чешется очень сильно зуд вот он как бы вот вот да толстый нарядней ну в общем делайте толстый потому что вот вот шарик тоже получился очень худой в общем в общем вот рисуйте их потолще ну в общем рисуйте их толстеньким я вам показала как это рисовать а вот то что я второй раз нарисую так же как первый этого никто не обещал ну как-то вот вот так вот складывается поэтому в общем вам толстые маленькие худые сосульки вот там кто-то хотел толстую сосульку вот толстая сосулька вот давайте толстых будем рисовать на любых вот вот так задум да мы мы художники мы так видим в общем на самом деле используйте всякие фтирочки можно следу можно и на рогу использовать в общем новый год на самом деле это то что должно блестеть толстые на короткие ногти сосульки смотреться не будут а вот худая сосулька посередине короткого ногтя смотреться будет поэтому нарисуйте каждый на свой вкус и на длину ногтей помните тоже клиенты ты хочешь себе шишку на ногти клиент хочет шишку на ногти просто клиенту ему не повезло поэтому у него шишки сегодня никакой не будет а может будет а может будет может быть я сжалюсь и нарисусь шишку поэтому знаете главное не поставить шишку видите главное чтоб шишку не поставили рука говорящая да рука у нас тут была говорящая моя третья рука уметь разговаривать настоящий таймонд посадить шишку может я правда сейчас пойдем в лес накопаем шишку вот можем из пластилина слепить шишку знаете кстати за нами не заржавеет мы можем из пластилина шишку слепить из акрила ее слепить да из чего угодно на самом деле. Нарисовать вот можно шишку, да, собственно говоря. Вот. Поэтому рисуйте, отмечайте, ставьте хэштег, там, я не знаю, что-нибудь там. В общем, всем вам на самом деле предпилилого. Не знаю, как у вас, а у меня оно началось. И такое ощущение в общем, что скоро, как это, мы все ляжем под нашими пилочками и с клиентами, и тому прочее. Поэтому, девчонки, быстрые дизайны, мне кажется, спасут нас в этой погоне за ногтями. Берегите себя. Поэтому будем с вами прощаться, а я буду продолжать свое. Ты отдохнешь за меня? Я тоже хочу. Я на самом деле я тоже жду 1 января спать. Вы не поверите? Да. И самое главное, что 1 января никто не будет никуда никогда не звонить. А кто завтра? А кто завтра? Сейчас мы посмотрим. Кто-то, да, кто-то завтра. Завтра кто-то из наших будет. И никто им вообще не написал, кто завтра будет. Девчонки, кто у меня завтра будет? А мы сейчас выставим, кто будет завтра. Я. Во. Маркина. СПБ. Ловим. Вот. Маркина. Маркина. Ты будешь. Шикарно. Маркина СПБ. Супер. Женя рыбка. Поэтому будет кто-нибудь? А вам сегодня мало? Сегодня Юля была, я вышла. А ты все пропустила. Ну, вот да. Да, вот на Маркина СПБ подпишитесь, пожалуйста. 20.00. Да, круть. Подписывайтесь на нее. Завтра она выходит. Я не рыбка. Я рыбка. Я рыбка Дори. Память 3 секунды. Еще ночь впереди? Да, конечно. И целая ночь и завтрашний день. Все. Целую, люблю. На самом деле у нас... Давайте. Вы будете первыми, кто об этом узнает. Вам немножечко на правах рекламы. Мы с завтрашнего дня делаем скидку на лампы. Поэтому, если кто-то хотел себе сделать подарок перед Новым Годом, то завтра ждите объявления о скидке только на лампы. Мы решили такое. В общем, маленький подарок вам к Новому Году. Скидка будет 15%. Учитывая наши лампы, это прям очень крутая скидка. 15%. Все. Всех целую, всех люблю. Вот. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok